Hello! Сегодня мы с вами продолжаем вспоминать цвета и поучимся с вами составлять предложения с цветами, описывая некоторых животных. Но для начала, do you remember colors? Помните ли вы цвета? У нас будут следующие. Итак, помните ли вы их? Все успели произнести? Если нет, давайте вместе с вами. Если вы их не помните, подпишите их себе в тетрадочку с переводом. Если вы уже справились, можете здесь поставить на паузу, если еще нет. Идем с вами дальше. Итак, мы с вами можем несколькими способами описать какой-либо наш предмет или животное. Допустим, первый способ. Мы сначала назовем, что это? Это цветочек. It is a flower. А потом отдельно скажем, какого он цвета. It's pink. It is a flower. It's pink. Если у нас несколько цветочков, мы тогда скажем they are flowers. Они цветочки. They are pink. Они розовые. Но также мы наш цвет и название предмета можем совместить в одном предложении. Но при этом мы немножко с вами изменим его форму. Вот допустим, как с этой машиной. It is a blue car. Мы с вами сказали it is. Потом добавили э, затем цвет, а потом car. It is a blue car. Если у нас машинок много, мы тогда будем использовать множественное число. They are. They are blue cars. Они голубые машинки. Вот таким образом. Можете подписать себе эти формы. Мы будем активно сегодня использовать на уроке. Если вы уже справились, запомните вот эти вот две формы. It is a blue car. They are blue cars. Сейчас мы с вами будем использовать именно их для описания наших животных. То есть мы сначала говорим it is для единственного числа. They are для множественного числа. Затем мы говорим a. Добавляем a либо n. Если у нас слово в единственном числе, ничего не добавляемся в множественном числе. И затем называем цвет. Blue. Blue. И затем название предмета car. Если у нас одна. Или из-за blue car. Cars. Добавляем s на конец. Если у нас много каких-то животных или предметов. They are blue cars. Теперь давайте попробуем с вами описать вот следующих животных. Как же вы это сделаете? Можете поставить видео на паузу, сделать это устно. А лучше всего, если вы запишите это в тетрадку, затем себя проверите. Надеюсь, вы уже справились. Теперь давайте с вами проверим. Ничего страшного, если, допустим, blue, orange and white у вас эти цвета немножко в предложении вы поменяли местами. Допустим, можно было сказать it is an orange, blue and white parrot. И так далее. Главное, чтобы у вас it is a, they are, it is a, they are, it is a были на своих местах. И в конце вы правильно подписали название животных. Parrot, octopuses, dog, parrots, crocodile. Очень надеюсь, что вы справились. А мы с вами пойдем дальше. Итак, последнее на сегодня задание в вашем уроке будет решить такой непростой, на самом деле простой примерчик. Вам нужно бы сказать, что будет, если мы смешаем два этих цвета. Допустим, первое у нас red, красный, красная рыбка, плюс белый, white. Должно написать, какая рыбка получится. Но давайте с вами немножечко усложним. Вы же уже знаете, как пишутся цвета. Давайте с вами запишем это все предложениями. То есть, что у вас должно получиться? Red and white is pink. Красный и белый будет розовый. Попробуйте прописать далее данные примеры. А затем можете к концу предложения подписать букву той рыбки, которая у нас в третьем столбчике дана. Можете поставить видео на паузу. Надеюсь, вы справились. Либо проговорили, либо записали себе в тетрадь. Что, конечно же, лучше записывать в тетрадь. Лучше запомните. Итак. Blue and yellow is green. Black and white is gray. Red and yellow is orange. Blue and red is purple. И на сегодня нас там. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye.